Поскольку 6 сентября Ли Страс выйдет из шотландского замка Балмарал новым премьер-министром 15-й за всю карьеру Елизаветы II на троне, то накануне многие британские таблоиды решили вспомнить, какими были отношения королевы с некоторыми ее предшественниками. Премьер-министр послевоенного времени казался молодой принцессе Елизавете слишком грозным, поскольку был опытным политиком. Черчилль был старше ее на 51 год, а потому одновременно периодически она видела в нем второго отца. Когда он вышел на пенсию, королева передала ему рукописное письмо, в котором призналась, что «никто и никогда не заменит ей первого в ее правлении премьер-министра, чем мудрым советом она всегда будет благодарна». Ради его похорон она даже нарушила строгий монарший протокол, прибыв на церемонию прощания с ним первой, а не последней. С ним королева также была близка, хотя и меньше, чем с Черчиллем, еженедельные визиты Эдена она использовала, чтобы больше узнать о кризисе Суэцкого канала и романе ее сестры, принцессы Маргарет с разведенным капитаном Питером Таунсендом, бывшим конюшем ее отца. Энтони стал первым человеком на этой должности, который стал делиться с Елизаветой двумя важными государственными документами, однажды, приводя Эдена в пример, она стала требовать того же от Маргарет Тэтчер. Обе были женщинами-лидерами в традиционно мужских сферах деятельности, а также женами и матерями с консервативными ценностями, казалось, их отношения должны были сложиться идеально, но что-то пошло не так. Маргарет считали занудой в то время, как Елизавета 2 всегда отличалась остроумием. Одной из основных причин для трений было то, что королевская семья фактически посмеялась над Тэтчер, когда та приехала в Балмарал в парадной одежде, а не в резиновых сапогах и макинтоши, хотя в Шотландии часто идет дождь. Подобным приглашением в гости королева проверяла каждого нового премьер-министра на способность найти с ней общий язык, и Маргарет явно в этом не преуспела. Отношения, которые изначально были теплыми, испортились в одночасье, когда Тони Блэр стал называть Леди Ди «народной принцессой». А затем и вовсе зачем-то разоткровенничался с прессой о том, что именно он вынудил королеву сделать заявление после ее смерти, сообщив журналистам, что он взял на себя смелость спасти репутацию монархии. Если добавить к этому нежелание жены Блэра делать реверансы при встрече с Елизаветой Двух и его признание в личных мемуарах, что он «ненавидел был морал всей душой», то станет ясно, почему близкой дружбы с монархом все-таки не сложилось. Продолжение следует... Мы рады, что блестящие умы из GCHQ были заняты написанием третьей книги головоломок, и что это издание предназначено именно для детей маленького возраста, сообщили представители кембриджских, а вступление герцогов — это восхищение работой людей в службе безопасности Великобритании. Как семья мы знакомы с жизненно важной работой GCHQ. Мы своими глазами видели, как быстро сотрудники безопасности адаптируются к новым условиям и подвергают свою жизнь опасности. Мы вдохновлены их работой и тем, насколько они привержены защите нашей национальной безопасности, написали Кейт и Уильям в предисловии. Также супруги заявили, что первыми читателями этой книги станут их дети — Джордж, Шарлотта и Луи. Герцоги также выразили свою обеспокоенность о воздействии внешних факторов на психологическое здоровье людей во время и после пандемии. Супруги поблагодарили Королевский фонд за поддержку их деятельности в области ментального благополучия. Большое интервью Меганы Майер-Каэлл для издания The CUT Королевские эксперты и поклонники будут обсуждать еще не одну неделю. В нем герцогиня Сосекская рассказала не только об обретении независимости от королевской семьи, но и о том, каким было их возвращение на родину принца Гарри пару месяцев назад. Свой приезд на платиновый юбилей Елизаветы II герцогини Сосекская назвала «сюрреалистичным» и «горько-сладким». 41-летняя бывшая актриса призналась, что она испытывала странные ощущения, когда снова поселилась во Фрогмар-коттедже после того, как покинула его в начале 2020 года, чтобы уехать из Великобритании. «Я ходила по комнатам и удивлялась найденным там моим дневникам с записями или носкам», — признается она журналистом глянцевого издания. Меган нашла множество других принадлежавших ей когда-то вещей в доме от брюк-боден за 30 долларов США до разноцветных пастеров, которые она приобретала, чтобы украсить ими стены. Проживание во Фрогмаре она назвала «горько-сладким» из-за негативных воспоминаний, связанных с ним. Как оказалось, именно дом стал последней каплей в принятии решения об отказе от королевских полномочий ради обретения независимости. Меган Маркель затеяла ремонт, стоимость которого составляла более 3 миллиона долларов США, но британские налогоплательщики не оценили ее тягу к подобной роскоши. Меган Маркель Если она считает, что это будет повседневным явлением в Великобритании, где кодекс собака IPSO News предполагает строгие правила обращения с детьми в сфере образования, отметила Ричард Палмер, королевский корреспондент The Daily Express. Заявление жены принца Гарри опроверг и писатель Роберт Джобсон. По словам биографа, дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон без проблем посещают школу в Великобритании, она хуже, чем фантазерка. Я начинаю думать, что она действительно верит в свои откровения, решетка Меган Тратес – это почти патология. Что очень печально, так это то, что она знает, что некоторые люди поверят в эту чепуху. Летний отпуск королевы стал одним из самых обсуждаемых событий года, связанных с британской монаршей семьей. Сначала выяснилось, что Балмарал будет доступен для туристов практически до середины августа, поэтому Елизавета Двух вынуждена была жить в небольшом домике неподалеку от своей шотландской резиденции. Позже она хотела пригласить принца Гарри и Меган Маркель туда, чтобы попытаться снова наладить с ними отношения, когда же герцог Сосекский не отказался от идеи выпустить книгу с шокирующими мемуарами о жизни в королевском дворце, она передумала. Более того, пресс-служба монарха заявила, что Елизавета II не сможет встретиться с ними на днях, когда принц Гарри и Меган МАРКЛ посетят Великобританию, чтобы получить премию за вклад в популяризацию благотворительности. Причиной для этого называлась необходимость королевы раньше времени прервать свой отпуск ради церемонии «целование рук» вступления в должность нового премьер-министра, которая назначена на 6 сентября. Но теперь из Балмарала пришли тревожные новости, и многие королевские эксперты считают, что Елизавета II может вовсе никогда не вернуться в Букингемский или Виндзорский дворец. Как сообщили британские таблоиды, церемония «целование рук» первой аудиенции с новым премьер-министром пройдет непосредственно в шотландском замке. Елизавета II встретится с Листрас и Лириши Сунаком в Балмарале, а не в Виндзоре, как оказалось. Причина – некие проблемы со здоровьем, из-за которых она будет вынуждена оставаться в Шотландии. На днях инсайдеры рассказали о том, что в шотландскую резиденцию королевы замок Балмарал доставили в специальном фургоне, который обычно нанимают для переезда ее любимой ортопедической кровати и специального лифта для инвалидных колясок, в котором она часто передвигается, когда испытывает проблемы с суставами. Эта информация была подтверждена пресс-службой дворца, которая также сообщила, что туда же были отправлены и любимые принадлежности Елизаветы II для гольфа. Запланированная церемония станет первой за всю историю правления Елизаветы II, проведенной вне Лондона. Королева присутствовала на ней 14 раз с момента своего восхождения на престол в 1952 году и вплоть до аудиенции с Борисом Дженсоном, который покидает свой пост раньше времени. Тот факт, что пресс-служба и кандидаты в министра не могут быть уверены, что королева будет достаточно здорова, чтобы отправиться в путешествие на следующей неделе, является еще одним напоминанием о ее преклонном возрасте и растущей слабости, рассказал журналистом королевский эксперт Питер Хант, ранее сотрудничавший с BBC. Но он же отмечает, что несмотря на недомогание, королева все еще не готова расстаться со своими полномочиями, поскольку не отправляет присутствовать на целовании рук вместо себя принца Чарльза. Продолжение следует...